Новое видео выходит каждый день в 20.00 Make StageRulePlay Grid Again StageRulePlay был выкуплен старой командой разработчиков И я такой сразу типа, чё, блядь, чё, серьёзно? Не-не-не-не-не, подожди, подождите, подождите Вы это, блядь, серьёзно? Вы чё, серьёзно? Вы купили StageRulePlay у Arizona Games? Зачем? Для чего? Но, стоит отметить, что StageRulePlay продаётся и покупается уже не в первый раз Как, допустим, какой-нибудь сам ютубер, да, согласен Шутка и сравнение какое-то плохое, никудышное, но так или иначе Так или иначе, оно так и есть Когда-то уже достаточно давненько, наверное, около года назад или вроде того Я записывал ролик о том, где рассказывал, мол, о том, где... Да-да-да, всё правильно О том, где рассказывал о том, что StageRulePlay был выкуплен Arizona Games Тогда я вообще не понял, для чего Arizona Games нужен этот самый Stage Но сказал, что Stage наконец-то появился в каких-то надёжных, в каких-то нормальных руках И надеюсь, что с ним сделаешь что-то нормальное, что-то хорошее В общем-то, со мной тогда связались многие люди, сказали, мол, слушай, нет, всё хуёво Там этот чел, который сейчас выкупил Stage от Arizona Games, он вообще непонятно, что хочет сделать Блядь, там то ли РП, то ли чуть ли там, блядь, не ДМ, чё-то такое Мне скидывали какие-то переписки, всё прочее, я сейчас уже, наверное, не найду Можете мне по этому поводу не верить Но, в общем, игроки, старые игроки, они были настолько недовольны, что даже запустили, блядь, Дудос-сайты и Дудос-форума, сука Блядь, настолько они были недовольны Но я такой, типа, ладно, ладно, там повозмущаются и хватит То есть в скором времени Stage уже должен открыться и шёл, вы знаете ли, месяц за месяцем, месяц за месяцем И нихуя, вот ровным счётом ничего не менялось И к этому времени уже истик, а срок регистрации домена у форума, срок регистрации домена вроде бы как ещё и у сайта И у всего-всего прочего И вот мне как-то, ну, вообще непонятно, когда там Аризона собиралась что-то сделать Вполне возможно, что Stage Roleplay стал для Аризона таким балластом, который их сдерживал на пути к чему-то совершенному, к чему-то неизданному Ведь они открыли свой медиум проект «Жизнь в деревне» И зачем им ещё какой-то медиум проект Stage Roleplay Скорее всего, они предложили, а там, вот этим вот опять-таки разработчикам, мол, не хотите ли Stage назад выкупить И там вот эти вот чуваки подумали, подумали, посмотрели, посмотрели, по сусекам наскребли и выкупили назад Stage Потому что, ну, в самом деле, зачем он нужен был Аризоне Геймс, я сразу же подумал, типа, ну, это какое-то хуёвое вложение И даже если вы сделаете из него нормальный проект, даже если вы вложитесь в него, даже если там кто-то будет играть То не факт, что все вложения рано или поздно окупятся Хотя нет, если бы сервис существовал очень много, туда бы закупалась реклама и всё прочее, то было бы, в общем-то, нормально И вы знаете, какая была проблема у Stage, который ещё был открыт, который был не под крылом Аризона Геймс Хотя под крылом Аризона Геймс Stage никогда не был открыт, вот, то есть они не успели даже открыться, Stage обратно выкупили То есть, ну, какая вот самая большая проблема была? Закупка ютуберов Как-то это очень странно происходило То есть, я вот сейчас как вот сам по себе помню Мне, то есть, пишет менеджер такой, говорит, слушай, нужны будут от тебя ролики Там, платят за ролики, я их снимаю и всё И там, ни ответа, ни привета, мы как-то существуем друг друга, там, в отдельности от друг друга И как-то это всё, ну, абсолютно для меня непонятно Потом опять такой приходит, говорит, слушай, у нас вот второй сервер открылся Там, держи деньги, на, сними, на открытии нашего сервера Я такой, типа, без проблем снимаю И вот как-то так это сотрудничество происходило Я не знаю, возможно, только со мной так Но, если посмотреть на людей, которые тогда снимали на стейдже Ну, как-то не особо только вот со мной такое было Со многими людьми такое было И, вы знаете, ну, как-то забавно И вот, если на новом стейдже будет нормальный, адекватный пиар-менеджер Если стейдж выделит денег на рекламу То, возможно, что-то у них да и получится Но для начала, разумеется Прежде чем заказывать рекламу Нужно обновить мод Мод стейджа на 2019 год Выглядит какой-то заплесневелой парашей Там даже, блядь, вот, знаете ли Вот этот вот инвентарь, который у них там есть Он максимально неудобный Он максимально непонятный Ты вот смотришь, такой просто ебать Чуваки, чё за хуйня Чё это, блядь, такое Ёпта, бляда, посмотрите там, как Резона там сделала И ещё какие-то, чуваки Минимализм, минимализм Охуительно, охуительно, всё понятно Всё понятно А то, что там у стейджа было Это пиздец Инвентарь там на английском был Юзы, чё-то Инпут, пут Там вот это вот всё Я как вспомню эту всю ебалу Я просто, я охуеваю от этого Я только тебе, пацаны, блядь Ну вы чё, в самом деле Блядь, не надо Блядь, ни в коем случае Нет, 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 нет Уберите хуйню эту И больше никогда И никому не показывайте Потому что инвентарь Да и вообще Большинство систем на стейджа Они были достаточно странными Так, допустим, система каптов Я вообще не понимал Чё там, блядь, происходит По-моему, для каптов Даже открыли Второй сервер На котором они были Я вообще тогда не понимал Блядь Чё происходит Бля, какие капты Кто, где, как Вообще Как-то это всё было Абсолютно непонятно И вот в этом Был весь стейдж То есть вроде бы Неплохой медиум проект С неплохой рекламной кампанией На начало какого-нибудь Там, я не знаю 2016-2017 года Но вот на 2019-й год Это кромешный пиздец Это полнейшая хуйня Я не знаю Как можно Заходить и вот Играть на стейджа Потому что Ну, блядь Непонятно Я захожу Я просто Я нихуя не понимаю Ну, я заходил Вернее, если бы я заходил Посмотрим Посмотрим Что будет у Новой команды Вернее, у новой Старой команды стейджа Вот как-то так Это можно назвать Как они перепишут мод Как они там Сделают сайт И всё прочее Прочее Какого пиар-менеджера Они там наймут И так далее Потому что Если системы Сделают хорошие Всё обновят Всё сделают По 2019-й год А какие-нибудь Там, знаете ли Там, что Системы Там Там Пиар-менеджмент Там, блядь Останется всё Как было в каком-нибудь Там, я не знаю В 2015-м 2016-м 2017-м году То Забейте, чуваки У вас нихуя не получится Нужно Вот сразу Сделали системы Там, я не знаю Заказали какого-нибудь Ютубера Он сделал на них обзор Все люди зашли Такие Ебать Классно Нормально Тут ещё и РП можно отыграть Это так и работает Но почему-то Немногие до этого догадываются Вообще Абсолютно единицы Догадываются до того Что вот так вот Можно и нужно делать Вот так вот Создавать Охуительные Первоклассные системы Звать ютуберов Вот на это На всё посмотрите Они вот таки Смотрят Снимают Таки говорят Ебать Айпишник И мой промокод И мой никнейм Находятся в описании Но у Токсик 22 Вот Я не знаю В общем-то Мне будет достаточно интересно Последить за тем Что там выйдет У старой команды Стейджа Потому что Если останется старый мод Если не будет рекламной кампании То Стейдж умрёт И лучше бы он оставался В руках Аризона Геймс Хотя опять же Я вам говорю Возможно Аризона сама захотела Продать Стейджу Вот весь Вот этот вот мод И всё прочее Однако Ладно Всем спасибо За просмотр данного видеоролика Там нажимайте на колокольчик Сам по обзору 1 сентября 2019 года В 20.00 Вот Поэтому чтобы его не пропустить Там нажимайте на колокольчик Пишите в комментарии На кого предположительно Будет обзор И Многое другое В общем-то Я думаю что На этом Можно уже И Закончить Вот этот вот Весь видеоролик Дабы вы такие Типа А А я такой Типа А А вы такие Типа А Ну тогда Давай